Добрый день! Я рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви» с протереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божьей, что в средних садовниках города Москвы, мы продолжаем разговор о символе веры. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, Любовь Сергеевна и дорогие телезрители! Владимир, в прошлой нашей программе мы только начали, как Вы подчеркнули, размышлять о втором члене символа веры, мы размышляли с Вами о рождении сына, и в этой программе мы объявили нашим телезрителям, что продолжим говорить об этом. Да, так вот, заканчивая, наверное, размышлять о втором члене символа христианской веры, я еще раз позволю вспомнить последние слова этого члена. «Рожден несотворенно, единосущно Отцу», то есть «односущность». Некоторые эретики говорили о том, что сущность не одна, и поэтому символ христианской веры подчеркивает, что единосущие Отца и Сына. Прошу прощения, Владимир, а что имелось в виду, когда говорили, что сущность может быть не одна? Да. Дело в том, что когда Арий принес на землю свое учение и распространял его среди церкви, после Арии было так называемое полуарианство. Ведь если он говорил о том, что второе лицо Пресвятой Троицы, Господь Иисус Христос, есть творение, то находились уже позже Арии, как бы полуариане, которые говорили, что подобно сущный. Как бы по подобию, да? По подобию. Да. А мы утверждаем, что мы утверждаем единосущие Отца и Сына. Им же вся выше, то есть им все сотворено. Не случайно второе лицо Пресвятой Троицы именуется еще Софией. Мы с вами как-то размышляли об этом в тоже сложном понятии. Да. То есть премудростью Божией, сотворившую весь мир. Потому что вся премудростью сотворил Ииси. И переходя, мы переходим сейчас уже к третьему члену символа христианской веры, который говорит, «Нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и Вы человечице». Этим самым подчеркивается, что Господь Иисус Христос, то есть второе лицо Пресвятой Троицы, Он пришел нас ради, то есть ради всего человечества, для того, чтобы искупить этот первородный грех. Историки отмечают, что перед пришествием Иисуса Христа весь мир, языческий, иудейский, находился в некоем ожидании. Говорили, что так уже дальше невозможно жить. Грех поглотил всего человека, язычника и иудея. Либо должен настать конец мира, либо должен прийти тот, о котором говорило Священное Писание Ветхого Завета. Мессия, помазанник, говоря о Иисусе Христе, о Его воплощении в будущем. Надо сказать, что Священное Писание Ветхого Завета говорило даже конкретным образом, допустим, пророк Даниил, он говорил, когда должен родиться Христос после его пророчества. Через семьдесят седьмин. Седьмин – это семь лет. Семьдесят умножить на семь – четыреста девяносто лет. Через четыреста девяносто лет рождается Христос. Пророк Исаия говорит о том, что от Девы должен родиться Господь. Седь Дева примет во чреве Своем и родит Сына, и нарекут Ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Надо сказать, когда по преданию Симеон Богоприимец, участвовавший в переводе Ветхого Завета на греческий язык, в двести семидесятом году до Рождества Христова при Птоломее и Филадельфии, он просил, чтобы священное писание Ветхого Завета было переведено на греческий язык, и чтобы оно у него находилось в его библиотеке. Эти слова Исаии для Симеона Богоприимца были преткновением, и он даже вычеркивал и писал «не Дева, а Жена», а потом наутро обретал снова слово «Дева». И в конечном итоге он довычеркивался до тех пор, пока не явился ему ангел и предвозвестил, что он не умрет до тех пор, пока сам не увидит Бога-человека. Он увидел и умер уже будучи двести семьдесят лет до Рождества Христова. По преданию, он, кажется, жил триста с чем-то лет. И как только он увидел, встретил Бога-младенца Иисуса Христа, он воскликнул «Ныне отпущаешь и раба твоего, Владыка, с миром по глаголу, по слову твоему». Потому что я видел спасение своими глазами. Як увидишь то очи мои спасения твои. Так что о Христе, о Мессии говорили ветхозаветные пророки. И как я уже неоднажды говорил о том, что таких пророчеств находится в Священном Писании в разных книгах Священного Писания Ветхого Завета, мессианских мест, мест, касающихся Иисуса Христа, Мессии, Его жизни, Его рождения, Его смерти. Около трехсот. И все пророчества о себе Господь Иисус Христос исполнил. «Шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы». Марии Девы. Мы веруем и исповедуем, что Пресвятая Богородица Девой пребывала и Иосиф, ее мнимый муж, обручник, старец, ограждал ее девство и сохранял ее девство. И как все премудро было устроено Богом. «Если бы она родила бы без мужа, то говорили бы, что она блудница, она могла бы потерпеть от своего народа побиение и избиение камнями до смерти. и для того, чтобы для того, чтобы этого не произошло, и для того, чтобы эта тайна Боговоплощения каким-то образом была ограждена и сохраняема, был дан ей в мнимые мужья Иосиф, престарелый обручник». Он сохранял ее девство, и поэтому Пресвятая Богородица по пророчествам зачала от Духа Святого и от себя Бога Младенца Иисуса Христа. И после рождения остается девой. Вот это тайна. Как так? Человек, который исходит из лона женского через врата определенные, он нарушает, да и более того, ну, понятно, что не человеческое зачатие. Понятно, здесь сохранение целомудрия и девства, но когда Господь прошел этими вратами, удивительно, как она сохраняет это девство. тут как-то читая Евангелие, кажется, от Иоанна помнится. Господь являлся ученикам своим сквозь закрытые двери. Дверь закрыта, а он входил. Он входил. это говорит не только и свидетельствует нам о плоти обоженной, которая имеет, как бы, по всей видимости, живет совершенно по другим законам. Наверное, праведники будут так же, святые люди могут так же входить вратами затворенными. Вот Господь через это прохождение вратами затворенными, дверями затворенными, Он как бы еще раз напомнил ученикам и напомнил миру всему об этом исключительном чуде, рождение его воплощения при сохранении девства Пресвятой Богородицы. Вот только этим возможно объяснить сохранение девства Пресвятой Богородицы. От Духа Свята и Марии Девы и вычеловечишься. Он вычеловечился. Воспринял на себя все человеческое естество вместе с душой. Он оказался Бога-человеком. Мы это исповедуем. И эти две природы в нем существовали не слиянно, не раздельно, не разлучно. И дальше следующий член символа христианской веры утверждает те незыблемые аксиомы исторические распятого распятого жазаны при понтиистем Пилате. С одной стороны, церковь указывает на историчность события, что при понтии Пилате. телезрители, почему упоминается в символе веры этот с нашей точки зрения недостойный человек, и вдруг он оказывается в символе христианской веры. Да, это историчность этого события, что при конкретном лице прокураторе иудейском понтии Пилате был распят Господь Иисус Христос. Поэтому те люди, которые знают историю, могут прочитавшие об этом установить почти точное время год не только рождения, но и распятие Господа Иисуса Христа. И страдавшие до распятого Жезоны при понтии Стим Пилате. И страдавшие и погребенно и воскресшего в третий день по Писаниям. Почему страдавшие? Да потому что некоторые ретики утверждали, что он не страдал, будучи Богом, забывая о его человечестве. Да, Божество Господа Иисуса Христа не страдало. Бог не может страдать. А человечество его страдало на кресте. Что значит страдало? Мучилось. Исследователи вот этой крестной смерти, которая для уйдеев, как апостол Павел говорит, юродство есть, для язычников юродство есть, для уйдеев соблазн, а для нас спасаемых спасение, говорят о том, что смерть на кресте невероятно мучительна, связана с какими-то чудовищными страданиями, которые человек очень трудно переносит и может перенести. Поэтому сказано и страдавший и погребенно. Страдавший не тогда, когда его заушали, страдавший даже не тогда, когда на него надели терновый венец впивавшегося, который впил со своими иглами в голову Иисуса Христа. не биение его бичом, бичевание, конечно, это тоже страдание, но основное страдание это было на кресте. Палящий зной, солнце, разбойники, по обе стороны позорная смерть. тело невероятно в невероятной боли находится, поэтому церковь устами святых отцов свидетельствует об истинном страдании Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. и страдавше и погребенно. Он действительно был погребен. Иосиф Аримафейский купил новый гроб, где положили Господа Иисуса Христа и воскресшего в третий день по Писанию. В третий день мы знаем воскрес Христос. Апостол Павел не случайно ведь церковь свидетельствует об этом в символе христианской веры. Апостол Павел в Новом Завете говорит, если бы Христос не умер бы и не воскрес, то тщетна наша вера и дела наши тщетны. Наша вера в Пресвятую Троицу тщетна и дела а что за дела, которые делает христианин это он исполняет стремиться, а кто-то исполняет в точности заповеди Божии. Заповеди Божии мы уже разбирали. Мир, который не познал Христа, нарушает почти все заповеди Божии. И блудит, и сребролюбствует, и ворует, и не почитает отца и мать, и не любит ближнего своего, как самого себя. Вот дела, которые оказываются бессмысленными и могут оказаться, могли бы оказаться бессмысленными, если бы Христос не умер бы и не воскрес ради нас. И этими делами мы утверждаем не только свою веру во Христа, но и Христа проповедуем через эти дела всему миру. Хочу еще напомнить, все это знают христиане, я говорю, скорее всего, для людей, не знающих Евангелие, то, что когда Христа распяли, завеса разодралась надвое, как образ Ветхого и Нового Завета, и мир погружен был во тьму. Об этом свидетельствует не только Евангелие, но и разные известные лица в истории человечества. Вот я позволю, может быть, что-то прочитать для того, чтобы не быть голословным, кто свидетельствует, и чтобы не говорить своими словами вот эти цитаты, которые приводят известнейшие люди. Ну, первое, мы говорим о Священном Писании Нового Завета. Об этой тьме свидетельствуют и языческие писатели, историки. Римский астроном Флегонт Фал Юнии Африкан. Один из философов из Афин, Дионития, Рейпагит, был в то время в Египте, в городе Гелиополе. И, наблюдая внезапную тьму, он сказал, «Или Творец страждет, или мир разрушается». Впоследствии мы знаем, что Дионисий Ареапагит был крещен рукою апостола Павла. когда апостол Павел был в Афинах и произнес в Ареапаге знаменитое свое слово о благочестии афинян, потому что он увидел памятник невидимому Богу и о Господе Иисусе Кресте распятом и воскресшем ради нас. И только немногие из философов, в том числе и Дионисий Ареапагит, были не только удивлены этим новым учением, но постарались углубиться в него и впоследствии приняли веру христианскую. Наверное, и все о том члене христианской веры, которая говорит о жизни, о воплощении, о проповеди, о страданиях крестных и о воскресении Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Хочу сказать еще следующее. Святые отцы Третьего Вселенского Собора, когда уже была составлена вторая часть стимула христианской веры в связи с ересью Македония, который учил о Духе Святом, как не о Духе Святом, лучше так сказать, была составлена другая часть стимула веры, посвященная и Духу Святому, таким, каким должен у нас то понимание, которое должно у нас быть у православных христиан, и о церкви, и о воскресении мертвых, и о жизни будущего века. Так вот, Третий Вселенский Собор после уже составления символа в полноте своей символа христианской веры, он говорит и обращается ко всем нам, что кто убавит или прибавит хотя бы одно слово из символа христианской веры, тому, да будет анафема, отлучение. К сожалению, в истории церкви произошло трагическое событие. Западный и восточный мир, христианство раскололось на две части, именно из-за искажения догмата догмата Святой Православной Церкви о Духе Святом, о котором мы с вами поразмышляем, об этом члене символа христианской веры, я надеюсь, в следующей передаче нашей. Большое спасибо, дитя Владимир, благодарю вас сердечно, и я еще раз хочу вас поблагодарить от имени наших телезрителей. Вы знаете, я недавно была в Северной Осетии, проводили мы чтение, наш фонд, фонд Евдокии Московской, выступил инициатором проведения научных чтений, посвященных великой женщине осетинского народа, великой дочери осетинского народа Марии Есени, которая стала русской княгиней, великой княгиней Владимирской, супругой Всеволода Большой Гнездо, родила ему 12 детей, 12 птенцов, которые потом, оперившись, стали Александром Невским, Данилом Московским, Иваном Калитой, Дмитрием Донским, и очень отрадно, что сейчас в Осетии вспоминается эта женщина, которая, приехав из Осетии, помогала своему великому мужу собирать русню и сохранять ее от княжеских расприй. Мне было очень приятно, когда я пришла в храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца, соборный храм во Владикавказе. Ко мне подошли жители Владикавказа, Осетины, узнали, благодарили нас за наши программы, сказали, что они их очень любят, ждут, и, поверьте, это было очень приятно. Так что от имени благодарных жителей Владикавказа, батюшка, я тоже передаю вам большой поклон за ваше замечательное рассуждение в программе Таинства Церкви. Спасибо вам. Спасибо вам и тех, кто нас слушает и видит. Я, Любовь Акельна, благодарю всех, кто смотрел нашу программу, жду вас каждую субботу в передаче Таинства Церкви, и, как всегда, желаю вам мира, покоя, благоденствия, вам обязательно, вашим близким, вашим семьям. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова